МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на канале НСК-49 в студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Не растет, не падает. Новосибирцы продолжают заражаться ковидом. Количество выявленных за день больных остается на одном и том же уровне. Алтай не заповедный. Экологи возражают против планируемой застройки крупными федеральными структурами знаковых мест Горного Алтая. Как обустроить дворы? Продолжается прием заявок в программу формирования комфортной городской среды. Участвующие в ней жилищные организации получат средства на благоустройство придомовых территорий. А теперь я и мои коллеги подробно расскажем о самых главных событиях дня. Изменения в закон об управлении и распоряжении государственной собственностью и ситуацию с уборкой и благоустройством Новосибирска рассмотрели региональные парламентарии на очередной сессии. Кто сможет приватизировать служебное жилье и в чем, по мнению депутатов, причина отсутствия должного порядка в городе, узнал Василий Акимов. Поправки в региональный закон об управлении и распоряжении госсобственностью Новосибирской области утвердили на очередной сессии законодательного собрания. Основное изменение касается управления специальным жилым фондом, служебным жильем, принадлежащим области. Поправки предусматривают возможность для медработников первичного звена и скорой помощи через 10 лет работы приватизировать служебное жилье. По мнению парламентариев, новый закон заставит ответственные структуры работать над тем, чтобы фонд служебного жилья постоянно пополнялся и станет дополнительным стимулом для привлечения молодых специалистов в медучреждения сельских районов области. Вчера, кстати, на послании президент огромное внимание уделил медицинским работникам. Были высказаны слова огромной благодарности за борьбу с пандемией. И мы на нашем уровне стараемся создать все условия, чтобы обеспечить людей зарплатой, жильем и так далее. Когда у человека будет какой-то стимул, что все-таки 10 лет отработал и квартиру приватизировать, ну, наверное, это хороший шаг, и мы в этом направлении идем. То есть все нацелено на то, чтобы обеспечить все наши больницы, поликлиники штатом медицинских работников. Еще один актуальный для жителей нашего города вопрос рассмотрели в качестве дополнительного. То есть вначале его не было в плане работы с сессией. Заместитель председателя законодательного собрания Андрей Панферов от имени фракции «Единая Россия» предложил рассмотреть ситуацию, сложившуюся с уборкой улиц и тротуаров в Новосибирске. Пыль, грязь и ямы на дорогах в этом году стали своеобразной визитной карточкой города, отметил депутат. И призвал руководство Новосибирска незамедлительно заняться наведением порядка в мегаполисе. Я вам скажу, что у нас вообще стоя приемная, вот как в свое время стояла очередь в обзоре Владимира Чарлина, у нас постоянно стоят люди и постоянно обращаются к нам с просьбой, доведите порядок года. Зимой по коленам снегу, сейчас по коленам грязи, и такие дыры в дорогах, да, об этом уже говорили в прошлом комитете, что колеса в разные стороны разлетаются, и подавая часть ни одной машины не выдерживается. Депутаты призвали руководство Новосибирска как можно скорее приступить к работам. Если потребуется помощь, в том числе и материальная, то региональные парламентарии готовы рассмотреть эти вопросы и инициировать выделение средств из областного бюджета. По поручению спикера регионального парламента Андрея Шемкива в ближайшее время в ЗАГСобрании пройдет круглый стол с участием всех заинтересованных сторон. Депутаты говорят, что намерены держать вопросы благоустройства и уборки нашего города под своим контролем, и выразили надежду, что им удастся наладить конструктивное взаимодействие с мэрией. Более 1700 новосибирцев умерли от новой коронавирусной инфекции. Причем с каждым днем их количество продолжает увеличиваться. Какие меры предпринимают региональные власти для борьбы с пандемией и чего уже удалось достичь, смотрите далее. Новосибирцы продолжают заражаться COVID-19. За прошедшие сутки оперативный штаб зафиксировал 85 новых случаев коронавируса. Практически в последние дни этот показатель не растет и не снижается. В отличие от общего количества заболевших, которое превысило 40 тысяч человек. За минувшие сутки стало известно о смерти еще четырех пациентов. Все они были не моложе 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1723 человека. Отметим, что данные Росстата несколько расходятся с этой статистикой. По информации ведомства, с апреля прошлого года по 1 марта нынешнего в Новосибирской области скончались 3649 заболевших коронавирусом. В региональном Минздраве пояснили, что в сводку оперативного штаба включаются только те летальные случаи, когда коронавирус является основной причиной смерти. Кроме того, летальные случаи публикуются в сводке Оперштаба с временным интервалом, необходимым для проведения всех экспертиз и получения комиссионного заключения. Как бы то ни было, основные усилия врачей сегодня направлены не на методы подсчета, а на борьбу с заболеваемостью, то есть на вакцинацию. На сегодня у нас поставлено практически 210 тысяч доз вакцины спутник ВИ на территории суммарной эпивак-короны. Первым компонентом привили 179 тысяч 263, и вторым компонентом завершили вакцинацию 102 тысячи 746. И сегодня у нас поступило на территорию эпивак-корона производство «Вектора» на вакцинацию 1620 человек. Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области отмечает прекращение тенденции снижения заболеваемости COVID-19 в регионе. Это связывает с увеличением числа выявленных заболевших с расширением ПЦР-тестирования. Теперь ПЦР-тест на коронавирус за счет средств областного бюджета могут сдать все желающие из числа семейных контактов больных COVID-19. Если в абсолютных числах и сравнивать недели практически, на 3-4 тысячи исследований увеличилось. Суммарно по разным группам. Врачи напоминают, что самым действенным способом профилактики коронавируса ОРВИ и гриппа являются соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок. Кроме того, стоит озадачиться и вакцинации от COVID-19. По прогнозам специалистов, победить этот вирус мы сможем тогда, когда иммунитет от него появится у 70-80% населения. В Новосибирске прошла конференция, на которой экологи обсуждали проблемы в регионах Сибири и Дальнего Востока. В нашем материале мы затронем всего два аспекта. Кластерное развитие Республики Алтай, чем это чревато для экосистемы и рядового туриста, а также особо охраняемые территории Новосибирской области. Об этом далее. Межрегиональная конференция экологов природа Сибири, проблемы, решения всегда была традиционной и, по мнению ее участников, способствовала решению многих актуальных вопросов. В силу известных событий практически, наверное, года полтора-два не собирались. Это, в общем-то, после такого длительного перерыва первая такая большая конференция. Поэтому мы видим много представителей из разных уголков Сибири и Дальнего Востока. В этот раз конференция началась с пресс-конференции гостей из Горного Алтая, которой уверенно надвигается катастрофа, которая не может не затронуть и Новосибирскую область. В Алтае находятся истоки, в том числе истоки наших рек, от которых, в общем, жизнь наша зависит. А в Горном Алтае экологи бьют тревогу по поводу принятия мер, которые должны реанимировать экономику Республики. Помимо лесопереработки и добычи полезных ископаемых, в регионе должен развиваться туризм. Для этого территорию разбили на семь кластеров, что, по мнению общественников, может привести к экологическим и социальным проблемам, так как за этим стоят крупные коммерческие и федеральные структуры. На наш взгляд, это подмена понятий. Кластер – это не олигархическая структура, это не продвижение корпоративных каких-то интересов, состоятельных людей, которые хотят Республике Алтай сделать зоной элитного туризма. И поэтому предлагается такая инфраструктура. Торгово-развлекательные центры, горнолыжные трассы, бутики и рестораны, стадион со стрельбищем. К примеру, в Чемальском районе планируется разработка туркластера «Каракольские озера». Наверняка многие сибиряки посещали эти семь высокогорных водоемов и наслаждались тишиной и нетронутой природой. Теперь там планируется строительство трекинговой базы с развлекательным комплексом, говорят экологи. Туристический объект на Алтае – это прежде всего именно нетронутая природа. То есть то, что предлагается нам в этой программе – это строительство развлекательных, всяческих усилительных вещей. Соответственно, это уже неестественная природа. То есть объекты вот эти теряют свою ценность. Похожие проблемы экологи видят и на побережье Телецкого озера, которое в настоящее время стихийно застраивается. Впрочем, и Новосибирская область оказывается не без проблем. Экологи отмечают, что многие территории, некогда отнесенные специалистами к тем, которые требуют специального статуса, так и остались без защиты. 50 объектов, которые были запланированы к созданию, это заказники, памятники природы, они так и не появились. А это значит, что у нас не появилась защита законодательная степных участков, водных. То есть выделены специалистами, которые включили это в экологический каркас. В настоящее время, говорит эколог, разрабатывается дополнение к схеме территориального планирования Новосибирской области. Но насколько этот стратегический документ обеспечит защиту ценных природных территорий, пока общественникам неизвестно. Ну а по итогам работы конференции, когда выскажутся представители сибирских и дальневосточных регионов, будет принята резолюция. Этот документ, возможно, окажет влияние на решение чиновников по обеспечению сохранности природы и ее ресурсов. На территории Новосибирской области в 2021 году заметно изменились сроки разрешенной охоты. Внесены поправки и в другие параметры добычи птицы и зверя. Обо всех новшествах, которые коснутся наших охотников, а также об итогах проведения зимнего маршрутного учета некоторых животных, расскажет наш корреспондент. Прием заявлений на охоту в этом году начался с 5 апреля. По настоящее число в Новосибирской области выдано уже более 8,5 тысяч разрешений. Три четверти заявителей воспользовались услугами МФЦ. Остальные пришли лично в отдел Минприроды на улице Жуковского. Оплатив госпошлину через единый портал госуслуг, люди поехали на охоту. А началась она на Селезня и Утку с 10 апреля, на Вальшнепа, а также самцов Тетерева и Глухаря с 16 апреля. В северных районах региона сезон открывается на несколько дней позже. Ну и с 23 апреля в Баганском, Купинском и Чистозерном районах будет разрешена охота на гуся Белолобова. Дело в том, что гусь Белолоба является у нас пролетным видом и пролетает он только через эти три района. Во всех остальных районах Новосибирской области охота на гуся просто запрещена. Потому что на самом деле реально во время охоты, особенно с охотничьим азартом, отличить Белолобового гуся от других видов гусей, в том числе и включенную в Красную книгу, достаточно сложно. С начала года в Новосибирской области возбуждено 35 уголовных дел за браконьерство. Посчитанный ущерб животному миру превысил 11 миллионов рублей. Но и природа, видимо, пытается подстроиться под сложившуюся ситуацию. Каким-то образом условия минувшей зимы способствовали значительному изменению числа некоторых видов в большую сторону. Лось на 9 процентов примерно, а косуля вообще там 22 процента. Больше всего, правда, возросла рысь. Как ни парадоксально, один из основных охотников на косулю в подтаежной зоне, и вот в нашей приопско-боровой зоне, количество рысей выросло на треть. Конечно, есть виды охотничьих животных, которых в нашем регионе более 20, численность которых снизилась. Но значения эти значительными не назовешь. А вот из неприятных тенденций в прошедшем сезоне можно назвать участившиеся инциденты с собаками. Мы обращались в этом году, как и в прошлом, к общественности, к людям о том, чтобы собак взяли на привязи. Потому что у нас более 60 косуль были просто потравлены собаками. Причем зачастую это происходило даже в населенных пунктах, в некоторых случаях на глазах у детей. Ну и бродячие собаки даже в лесу. Сегодня это достаточно серьезная угроза. И все же главным регулятором численности диких животных по-прежнему остается человек с ружьем. В этом году охотники получат порядка 320 разрешений надстрел лося и более 5000 лицензий на косулю. Можно ли назвать наши дворы благоустроенными? Много ли в них зелени, место для детских игр? Как правило, нет. А между тем в Новосибирске работает специальная муниципальная программа. С ее помощью собственники жилья могут привести свои придомовые территории в порядок. О том, как попасть в эту программу, расскажем в нашем сюжете. Нас часто не устраивает внешний вид придомовой территории. Мало зеленых насаждений, отсутствуют пешеходные тротуары, не хватает детских площадок, скамеек и урн. Одни собственники жилья сидят и ждут, когда кто-то придет и сделает, другие действуют сами. Программа формирования современной городской среды работает с 2017 года. За этот период в городе было благоустроено более 300 дворовых территорий. В этом году запланировано благоустройство еще 37 дворов. Адресный перечень формируется ежегодно, исходя из финансирования. На определенный период. Заявку подают собственники помещения в многоквартирных домах. На сегодняшний день у нас объявлен сбор. Сбор идет с 15 февраля текущего года. Но загаживают наши дворы не пришельцы с Марса, а сами новосибирцы. Как сделать так, чтобы у горожан выработалось бережное и ответственное отношение к жилищному фонду и объектам благоустройства? Для этого предполагается непосредственное участие собственников жилья в создании проекта, утверждении сметы и подрядчиков. Каждый дизайн-проект создается из поступивших предложений собственников жилья. Это может быть как детская или спортивная площадка асфальтирования дворовой территории. Вообще, в принципе, в рамках муниципальной программы можно выполнить работы по двум перечням. Минимальный перечень в себя включает ремонт дворовых территорий, освещение дворовой территории и установка малых форм. Это урны и скамейки. По дополнительному перечню можно оборудовать детские площадки, парковки, пешеходные дорожки, тротуары, озеленить территорию, расширить проезды, ограждения. В общем, можно сделать все, что посчитают необходимым жильцы дома. С одним ограничением, согласно перечню, существует и дополнительный перечень, предусматривающий софинансирование. Здесь хотела бы обратить внимание именно собственников на то, что работы с дополнительного перечня выполняются с финансовым участием жителей. В размере не менее 20% от стоимости таких работ. Успешная реализация проектов наглядно доказывает, как при участии жителей возможно преобразить свой двор. Заявку можно подать до 15 мая включительно в Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. Подробности о правилах подачи предложений можно узнать на сайтах Департамента ЖКХ. Там есть пошаговая инструкция. Если вовремя подать заявку, есть шанс, что ваш двор будет выглядеть лучше. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваше мы ждем рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. Продолжение следует...